Привет, друзья! Если компания для поездки не находится, то вы не переживайте. Путешествие в одиночестве может быть куда интереснее, чем поездка с друзьями. И сегодня я дам вам несколько рекомендаций о самостоятельных путешествиях. Соло-путешествия кардинально отличаются от групповых. И я искренне считаю, что каждому человеку эти путешествия нужно обязательно попробовать. Мой опыт самостоятельных путешествий составляет 3 года. И за это время я посетил более 20 стран без знания английского языка. Особенно тяжело было в таких странах, как Япония, Китай, Непал и Таиланд. С такими поездками связано много страхов и переживаний, причем не пустых. Но вместо того, чтобы отсиживать пятую точку дома, лучше вам основательно подготовиться к путешествию и изменить свою жизнь до неузнаваемости. Ключевым вопросом здесь является безопасность. Перед поездкой обязательно скажите своим родственникам и друзьям, куда вы конкретно едете. Еще лучше, если вы составите подробный план пребывания в какой-то стране и в каком-то определенном городе. Чтобы ваши близкие могли, по сути, следить за вашими передвижениями. Только, очень важно, не рассказывайте им о вашем путешествии до того, как вы купите билет на самолет. Иначе эти люди из любви к вам могут вас отговорить от поездки. И я знаю огромное количество людей, у которых путешествия не срослись именно по этому поводу. Поэтому воспримите это как полезный совет, а не шутку. Уже когда вы будете за границей, то обязательно, как минимум один раз в день, пишите или звоните своим близким, чтобы они знали, что с вами все в порядке и не переживали. Не забудьте взять с собой какой-нибудь свисток, повесьте его на шею или в карман, чтобы он всегда был при вас. И если вдруг кто-то к вам будет приставать или вы подвергнетесь нападению, то всегда сможете громким звуком отпугнуть нападавшего и убежать куда подальше. Подберите комфортную и безопасную страну для первой поездки. Не стоит ехать в страну, где сейчас идут какие-то беспорядки или гражданские войны. Вот, например, страна Филиппины. При всей радушности филиппинцев вы себя там явно не будете чувствовать в безопасности. Когда я там был, то у меня было сильное желание покинуть эту страну как можно раньше. О чем идет речь, вы можете посмотреть в моем отдельном ролике про Филиппины. Ссылочку я оставлю в описании. Проживание. Для самостоятельных путешествий я рекомендую пользоваться исключительно двумя онлайн сервисами. Это booking.com и airbnb. Так вы точно будете знать адрес, где вы будете проживать. Вы сможете проложить маршрут машины или общественного транспорта с аэропорта до места проживания. И ваши близкие и знакомые заранее тоже будут знать это место, где вас в случае чего искать. Ссылки на эти сервисы я оставил в описании к видео. Также вы там найдете инструкцию подробную с моими советами, как пользоваться сервисом airbnb. И если вы будете покупать проживание через этот сервис от меня, то вы сможете получить 33 доллара абсолютно бесплатно. То есть по сути вы сможете бесплатно один или два дня где-нибудь прожить. Транспорт. Обязательно на телефон установите себе приложение Uber и Grab. А также посмотрите в стране, куда вы едете, какие аналогичные сервисы там сейчас работают и какие из них популярны. Это обязательно и не подлежит даже обсуждению. Пользуясь этими сервисами, вы не будете переплачивать из-за незнания иностранного местного языка. А также вы застрахованы от того, что вас завезут куда-нибудь в подворотню. Страховка. Ехать за границу одному и без страховки, это нужно быть по-настоящему сумасшедшим человеком. О страховке я записывал отдельный ролик. Рассказывал, почему это важно и где конкретно вы можете заказать себе страховку, не выходя из дома, прямо онлайн. При этом часто страховку требуют для получения визы, поэтому уверен, эта информация будет вам полезна. Ссылочку на страховку и на этот ролик я тоже оставлю в описании к видео. Деньги. Деньги храните на своих карточках. Лучше, чтобы у вас было как минимум 2, а еще лучше 3-4 карточки разных банков. В наличке у вас должна быть сумма, которой хватит хотя бы на 7 дней проживания. Мало ли что-то с вашими карточками случится. Никогда не ложите деньги и ценные вещи в сейф вашей гостиницы. У персонала гостиницы есть ключи к вашему сейфу и они могут просто украсть ваши ценности, а потом идите и доказывайте, что вы туда что-нибудь ложили. Также очень забавно, что грабители сразу знают, где искать что-то интересное и берут этот небольшой сейф, который весит килограмм, может быть 10, под мышку и забирают вместе с тем, что там есть внутри. Именно такой случай произошел с моей двоюродной сестрой, когда она была в Китае. Наличность лучше всего прячьте в разных местах, чтобы у вас было хотя бы 3 места под заначку и в случае потери денег в одном месте у вас всегда останется существенная сумма денег на жизнь. Этими заначками могут быть какие-то внутренние карманы вашей одежды, а также каких-либо сумок. Одежда. Не нужно одеваться как турист, например, носить футболки с именем города, в котором вы сейчас находитесь. Лучше всего иметь дешевые повседневные вещи, которые не жалко запачкать или даже потерять. Старайтесь не показывать своим внешним видом, что у вас есть деньги. Отклейте логотипы Эпла с ваших сумок, это вам очень сильно поможет. Чем проще вы одеты, тем меньше интереса к вам со стороны бандитов. Не заходите в магазины, если вас туда активно зазывают. Потому что за вами потом могут закрыть дверь и явно или косвенно, угрожая, могут потребовать у вас все деньги, которые есть. Со мной такое было 3 раза и слава богу, что все обошлось. Ваше поведение. Если вам нужно внезапно посмотреть карту, куда пройти, то никогда не останавливайтесь посреди дороги, где ходят люди. Лучше отойти в сторону, встать куда-нибудь в уголочек, и чтобы к вам нельзя было подкрасться сзади. В таком случае вы будете помимо своего телефона или еще чего-либо видеть, что происходит впереди вас. Это намного более безопасно. В таких ситуациях, когда вы стоите на дорогах, чаще случаются какие-то ограбления. На прогулку берите с собою сумку через плечо, а еще лучше, если у вас будет рюкзак. Так вы, скорее всего, защититесь от срыва сумки, когда вы на ходу. Если же вы пришли в кафе и решили поработать, а потом вам захотелось резко в туалет, то как минимум вы должны попросить официанта присмотреть детально за вашими устройствами. А еще лучше перестраховаться и собрать все в сумку и взять с собой в туалет. Документы. Кроме оригиналов загранпаспорта, страховки, водительских прав и бронегостиницы, вам нужно иметь это все в электронном виде. Причем это должно быть на вашей почте, а также в вашем телефоне, если у вас вдруг не будет интернета. По возможности никому не давайте ваш паспорт, хотя обычно их просят при аренде транспорта. Закажите услуги гида. В любой стране, в группах фейсбука или на форумах вы можете найти русскоговорящего гида. Не жалейте на гида 50 или 100 долларов, потому что гид не только будет человеком, к которому вы обратитесь в случае возникновения экстренных ситуаций, но и он поможет вам сэкономить кучу денег, потому что он знает, что и где можно купить качественно и недорого. Обязательно проверяйте личность гида. Очень важно, чтобы на форуме его знали или в группе, вы даже можете написать сообщение туда о том, что знаете ли вы Ивана Васильевича кукловода, например, который занимается гидсом или нет. Если люди скажут, что они такого не знают в принципе, то это звоночек того, чтобы с ним не сотрудничать. Будьте готовы потратить больше денег. Как бы вы идеально не простроили свой бюджет, вам наверняка этих денег может не хватить, потому что есть разные мелкие типы затрат, о которых вы еще не знаете. Поэтому я рекомендую закладывать не менее 20% дополнительных к вашему бюджету. Берите с собой меньше вещей. Если вы едете в более-менее развитую страну, то поверьте, все необходимое вы можете купить прямо там. Особенно экономьте на одежде. Не геройствуйте. Самое лучшее путешествие это то, о котором у вас остались хорошие воспоминания. Не рискуйте, не едьте в какую-нибудь задницу мира. Пускай у вас в первый раз все будет гладко. Езжайте туда, где вас ждут, где у вас есть друзья или знакомые. Туда, где вы не будете совсем один. Идеальным вариантом для первого соло путешествия я считаю остров Бали в Индонезии и место деревня удаленщиков. Здесь красиво, интересно, экзотично, безопасно и все еще довольно низкие цены. Ссылку на сообщество деревни удаленщиков я оставлю в описании. Помните, что путешествия это не статья расходов, а инвестиции в себя. Раздвигайте границы. Находите новых друзей. Узнавайте себя с разных сторон. Поставьте себе цель в 2020 году. Открыть для себя какую-то новую интересную страну. Напишите в комментариях, куда вы поедете на 100%. А также напишите, почему вы больше не можете это откладывать на потом. Я надеюсь, что этот ролик вам был полезен. Что он пригодится вам в вашем первом путешествии. С вами Игорь Полталцев. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Рассказывайте об этом полезном видео своим друзьям. И мы с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok